Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим скумбрию в собственном соку. Для приготовления нам потребуется 1 кг свежемороженной скумбрии, 1 крупная луковица весом 180 г, черный перец с горошком, смесь перцев пол чайной ложки, лимонная кислота пол чайной ложки, 1,5 чайной ложки соли и 200 мл воды. Нарежем лук полукольцами. Скумбрия получается как консервированная по данному рецепту. Лимонную кислоту мы добавляем для того, чтобы кусочки остались целыми. Лук нарезаем тонкими полукольцами. В воде разводим 1,5 чайной ложки соли без горки. Также добавляем пол чайной ложки лимонной кислоты. Все хорошо размешиваем. Сюда же добавим пол чайной ложки смеси перцев или другой приправы для рыбы. Добавляем. Еще раз все хорошо перемешиваем. Заливка для рыбы готова. На дно чаши мультиварки выкладываем лук, так, чтобы он закрыл полностью дно чаши. Далее выкладываем несколько горошин черного перца. Выкладываем рыбу. Рыба у меня уже разморожена, вымота, порезана на кусочки примерно 2,5-3 см. Сверху рыбу заливаем рассолом. Заливаем. Закрываем крышку мультиварки. Вообще рыба готовится достаточно быстро, но раз мы хотим получить консистенцию консерв, будем готовить на режиме тушения 3 часа. Выбираем вид продукта рыба и добавляем время. Нажимаем старт. Прошло 3 часа. Вот такая рыбка получилась. Она очень вкусная как в горячем, так и в холодном виде. Сейчас ее необходимо остудить, после чего можно использовать для салатов, в качестве начинки для пирогов и просто в качестве основного блюда к гарниру. Как я говорила раньше, кусочки сохранили свою целостность, а сама рыбка получилась очень мягкой. Таким способом можно готовить не только скумбрию, а, например, селедку, сардину, горбушу. То есть, любую рыбку на ваш выбор. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, а также за подписку. Приятного аппетита и до новых встреч!